Здравствуйте! В эфире «Экономика в деталях». Этот диплом и статуэтка подтверждают то, что коллектив нашего телеканала лучше всех в стране занимается финансовым просвещением. Программа «Экономика в деталях» победитель всероссийского конкурса. Члены жюри всероссийского конкурса уже пятый год подряд выбирают лучшие публикации о микрофинансовом рынке. В этот раз на суд членов жюри представили свыше полутора тысяч материалов. В шорт-лист финалистов отобрали 56 работ. Программа «Экономика в деталях» заняла первое место в номинации «Финансовое просвещение» и получила специальный приз от организаторов конкурса. Телевизионный цикл об историях успеха бизнесменов выходит в эфир на протяжении двух лет. Авторы проекта – старший редактор Дмитрий Ковалев, режиссер монтажа Алена Лизунова, а также операторы Игорь Зверев и Андрей Шоклев. Съемочная группа подготовила более 30 сюжетов о предпринимателях республики. Журналистов, эксперты микрофинансового рынка называют своими главными помощниками. Победителей конкурса пригласили на экскурсию по обычно закрытым для прессы залам Банка России. Это здание расположено в историческом центре Москвы и имеет статус объекта культурного наследия. В залах Центробанка сохранены интерьеры конца 19 века, а в фондах музея уникальные коллекции. Здесь собраны экспонаты античных времен, денежные знаки царской России, а также самая большая отчеканенная монета номиналом в 50 тысяч рублей. Награды, стимул двигаться вперед, и мы продолжаем собирать историю успеха в бизнесе. Кто помогает предпринимателям реализовать прорывные проекты? Какие механизмы поддержки предусмотрели в правительстве региона? Об этом прямо сейчас. Торговлю двигает реклама, и это скажет любой предприниматель. Как подать товар лицом, знают сотрудники этой типографии. Здесь печатают буклеты, плакаты, листовки, журналы, календари. Всего свыше 20 видов продукции. Печатаем все и на всем, на любых материалах, на картоне, бумаге, на металле, на пластике. Очень много работаем по кооперации. То есть и мы заказываем у наших же конкурентов какую-то продукцию, и они у нас точно так же размещают свои заказы. Типография была создана в начале 90-х годов и за это время наработала богатую клиентскую базу. Среди постоянных заказчиков крупные банки, предприятия общепита, вузы и торговые центры. Чтобы закрепить свои позиции на рынке рекламных услуг, необходимо двигаться вперед и внедрять передовые технологии. Предприниматели говорят, что развивать свое дело без кредитов крайне сложно. Займы под минимальные проценты типографии предоставили в агентстве поддержки малого бизнеса. Мы перекредитовались недавно. Конечно, очень большая помощь нашему малому бизнесу. Хотелось бы и дальше пользоваться такой услугой. Планы-то большие, приобретать еще оборудование более совершенное, более технологичное. Спрос на микрозаймы от правительства в столице региона большой. Среди постоянных клиентов агентства более тысячи бизнесменов. Льготным кредитом воспользовались и в этом центре семейной стоматологии. Заемные средства направили на приобретение современной аппаратуры. Планируем покупать микроскоп для терапевтической стоматологии, потому что стоматология очень развивается, очень прогрессирует, поэтому мы не можем стоять на месте. Мы каждые следим всегда за новинками. Сейчас здесь предлагают полный комплекс услуг. От лечения десен, да и плантанции зубов. На счету стоматологов сотни спасенных улыбок. А это, говорят врачи, главная задача в их работе. Льготные займы может получить любой предприниматель. Максимальная сумма – 3 миллиона рублей. В агентстве разработали и специальные программы для начинающих бизнесменов, аграриев и организаций с научным уклоном. Также к нам приходят, активно приобретают оборудование, берут деньги на текущие расходы. Среди наших клиентов есть стоматологии, которые открывали новые клиники по новым адресам, соответственно приобретали кресла, рентгенаппараты. Есть у нас прямая финансовая поддержка, это когда мы непосредственно возмещаем расходы субъекта малого и среднего предпринимательства, связанные с модернизацией производства, либо с участием в выставочных и ярмарочных конгрессных мероприятиях. Одно из направлений мероприятий, которые мы реализуем, это создание объектов инфраструктуры, которые призваны оказывать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих действий в той или иной отрасли. Это и объекты организации инновационной инфраструктуры, это гарантийный фонд. Получить кредиты с максимально низкой ставкой бизнесменам может помочь только правительство. Один из популярных механизмов поддержки – гарантийное поручительство. В последнее время полуторамиллиардные гарантии и поручительства корпорации дали возможность в республику привлечь 3 миллиарда рублей кредитных ресурсов по ставке на 3% ниже, чем рынок. За последние годы предприниматели Чувашии смогли привлечь порядка 3 миллиардов рублей со сниженной ставкой. Программа корпорации МСП позволяет субъектам малого бизнеса сократить долговую нагрузку и реализовать новые проекты. Если говорить о тех поездках, которые были в различные города, те проекты, которые – это Яхтинг, Энергомаш, Чебамил, это Эмаль, это Дэндауру, оказана поддержка на 310 миллионов рублей, что позволило вышеуказанным предприятиям реализовать полностью свои программы. Мы увеличили все наши обороты в 2, начиная с 2018 года уже в 3 раза увеличим наши обороты. Мы выпускали 30 тысяч пар в 2016 году, сегодня мы вышли уже на 60 и 70 тысяч пар в месяц. Единственное, чем мы сейчас опять сталкиваемся, с тем же самым. Увеличив обороты, у нас не хватает финансовых средств. На оставшиеся полгода у нас в СМИ есть субсидирование на 805 миллионов рублей, что позволит привлечь соответственно кредитов по 6,5 на 83 миллиарда рублей. Ключевую роль сейчас отводят и порталу «Бизнес-навигатор». Его сервисом пользуются порядка 50 тысяч предпринимателей Чувашии. Увеличивается и количество претендентов на господдержку. В правительстве предлагают немало вариантов. В перспективе в республике может быть запущена и фабрика проектов. Эта программа сулит предприятиям миллиардные субсидии. Тема проектного финансирования сегодня, конечно, она интересует всех. Интересуются сами предприниматели. С одной стороны, все те проекты, которые есть в наших государственных программах, всем хочется реализовать, но закредитованность наших предпринимателей или предпринимательского сообщества является сдерживающим фактором, во-первых. Во-вторых, конечно, отсутствие залоговоспечения тоже является сдерживающим фактором. Касаясь республики, мы занимались проектным финансированием на принципы государственного частного партнерства. Проект «Общество Хевель» в моногороде Новочебыксарск получил заемное финансирование Федеральный фонд развития промышленности на реализацию проектов по техническому переоружению завода и расширению его производственной мощности в размере 800 миллионов рублей. Сегодня КПД практически на этом заводе увеличен почти два раза. Кроме этого, мы создали свой фонд. Средства тоже почти полтора миллиарда. Средства не все были освоены с учетом тех сдерживающих факторов. Но здесь я скажу, отдельные предприятия все равно представили свои проекты, публично прошли соответствующую защиту. Это Чебыксарские предприятия естественные, ХИМПРО, тепличный комплекс Новочебыксарский, которые получили с участием в бюджете республики около 450 миллионов рублей. От системной поддержки бизнес-инициатив ожидают большой отдачи. Инвестиционные проекты должны обеспечить стабильный экономический рост. Это была программа «Экономика в деталях». Мы продолжаем следить за новостями отрасли. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok